Фэйт Тайп Редлайн, глава 11.2-11.3 Это с ней ты билась в поезде на днях? При следующей нашей встрече я точно заберу твою голову, поэтому жди. К слову, после этого Аршир отправилась в столицу, чтобы уничтожить бомбардировщики, что атакуют столицу. Скажи, она сильна? Своей силой и взглядом Аршир бесспорно достойна титула короля демонов. Она точно не обычная слуга. Говорят, Оданом Нага был готов сжечь все, лишь бы воплотить свои амбиции. Таков великий объединитель. Если она такая, как описывают легенды, то скорее всего Аршир объявит войну всему миру, как только полностью завладеет армией. Пусть планы войны уже тлеют, но все же она сможет разжечь его вновь. Ты много о ней знаешь? Да, более или менее. Собирать информацию я умею. К тому же наследила она немало. Вот, например, эти развалины. Правительство назвало это последствиями землетрясения, но правда в том, что этот район пострадал от случившегося в прошлой войне за Святой Граль. Прошлой войны? То есть, то есть, что была два года назад? Верно. Это не что иное, как место битвы, которое развязала та самая Оданом Нага. В войне за Святой Граль она уничтаствует уже второй раз. Похоже, эта война Святого Грали будет занимательной. Стана, а почему у нее память сохранилась? Типа Артурку объясняли тем, что она особая слуга, из-за того, что она не совсем сдохла, она Камлани сидит там, чилит и договор заключила. Все остальные слуги им создают копию из трона героев, а потом после сражения эта копия просто исчезает. И, типа, для новой войны Святого Грали создается новая копия. Она, типа, не исчезла, ее каким-то образом удержали на месте, что ли? Но странно, что тогда не использовали. Она была призвана армией, сражалась в ее рядах, но Граль внезапно исчезла, и Третья война тут же окончилась. Даже в армейских секретных отчетах не было никаких подробностей о пропаже Грааля, но Аршир точно была тут, когда это произошло. Хочешь сказать, она знает что-то об этом? Не совсем. Что, если Граль на самом деле никуда не пропадал? Воу, какая картинка. Прикольная. Может, Граль не совсем такой, каким мы его себе представляем. Если бы Аршир заполучила его, и была намерена использовать его в войне, после того, как овладеет армией, то в итоге количество умерших было бы неописуемо. Герорические духи создания таинства. Чем больше славы и почитания не получают, тем сильнее становятся. А это значит, она без сомнения, сильнейшая слуга, призванная в этой стране и в этой эпохе. Вот почему нам нужна твоя помощь. Твой меч способен дать отпор, королю демонов. Передашь своему мастеру наше предложение. Если он согласится, то... Это все. Если вы просто хотите биться с Арширом, занимайтесь этим сами. Меня это не касается. Спасибо. Некрасиво нападать так... Не смогла задеть. А, она просто пыталась... Окей, я понял. Нет командных заклинаний. Так и знала, ты не мастер. А значит... Ты и есть райдер. Или может заклинание на другой руке? Хм... Когда ты это поняла. С самого начала. Ваше присутствие ощущается совсем иначе, чем у людей этой эпохи. Я могу понять, если бы ты был ложным мастером, но зачем слуги притворятся мастером? Я не понимаю совсем. Меня это заинтересовало, поэтому я просто следовал за вами и слушала. Прошу простить, я не хотел обманывать себя, просто не был уверен, что смогу правильно объяснить нашу ситуацию. Понимаю, что ты не веришь нам, но должен попросить тебя опустить клинок. Не стану. Кем бы вы ни были, я все равно сейчас избавлюсь от вас. Защищать мастера моя единственная обязанность. Я убью любого, кто будет этому мешать. Ну и позу у тебя. Я не стану объединяться с вами. Эй, постой. Да как ты смеешь? Я не позволю тебе... Пол. Разрыв головы на ударе. Че это с ней? Ее кожа была такой твердой, словно она вообще не восприимчива к моим атакам. Это уж какой-то берсерк, блин. Похоже, придется переключиться на него. Что? А, у нее этот... Туберкулез. Проклятие, почему именно сейчас? Ну, ну, Рео, хватит. Вернись. Эй, дай я смотрю твою рану. Ой, не волнуйся, это просто царапина. Уверен? Хочешь, я ее лизну? Да-да-да, я в порядке, не волнуйся. Слуга кашляет? Слаба. Может, ты бы странно, нет смысла объединяться, если ты такая слабая. Господи. Видимо, убивать ты профи, а вот с обороны у тебя все туго, так ведь? Сейбер, ты сказал, что твой долг защищать мастера, так? Мы с тобой похожи. Если я смогу защитить эту страну, то я не против отдать вам грааль. У нас нет причин сражаться. Даже если у нас разные цели, я верю, что наш путь одинаков. Наш путь? Я слышу какой-то звук у себя в голове. Неважно, сколько времени пройдет, как все изменится. Но не могу разобрать его. Для меня есть лишь один путь. Если хочешь остановить меня, тебе придется... Если хочешь остановить меня, тебе придется обнажить свой меч. Ведь такова война, верно? Видишь, я ведь тебе говорила. Думал, мы сможем с ней договориться? Ты просто взгляни на нее. Она даже не человек. Она нечто иное. Постой. Что? Мастер? Ну, здравствуй, мастер Сейбера. Эй. Отлично. Клишкингер, вроде, конец главы. Да, следующая 12-ая уже. Умм. Все еще не могу понять. Типа, это два разных слуги объединились? Или это реально... Как говорят, это питомец. Ну, типа райдер. Типа его в сайт... Ну, конь. Я не знаю. Что это? Ну, если это так, то откуда это взялось? Ну, если это скамота, конечно. Реально, ее стиль бой очень такой бешеный. Хм, интересно. Ну, опять же, подождем, узнаем. Ну и да, наше проклятие. Ну, как проклятие, просто последствия болезни проявляются здесь. Ну, опять же, я думаю, райдер просто норм-мужик в целом. В принципе, как и должен быть представитель. Слуги Сакамото, если, опять же, это он. Я все еще точно не знаю. Так что, думаю, договорятся они по итогу. Ну, сроки-то тоже немножко юбобо. Могу быть и поспокойнее. Конец записи. Субтитры сделал DimaTorzok